Всем привет, дорогие друзья, с вами Шевилий. Сегодня еще третий выпуск, уже разбор лайфхаков и у нас третий раз шок. Хотя есть еще люди, которые делают лайфхаки, но мы к ним потом тоже будем постепенно заходить, то есть делать разбор и так далее и тому подобное. Вот его 8 лайфхаков, которые вышли совсем недавно, то есть в этом месяце. И давайте посмотрим, то есть что из этого вышло. Первый лайфхак, и мы подходим к коннектору. Сейчас мы берем смог и кидаем смог правой кнопкой мышки по этому расположению курсора. Смысл в чем? Этот лайфхак, который сейчас вам покажет, в принципе неплохой. Неплохой в каком смысле? То есть когда ты сначала обороны держишь, ну либо выходишь только на эту позицию, когда есть на А кто-то, чтобы тебя как бы с правой стороны или с кичина не убили. То есть в принципе никто на А не смог себя обойти. То есть ты выходишь, заходишь, то есть в принципе неплохой. Это делается очень неплохо на самом деле, а профит огроменный. Я не знаю, как это работает, но огромная щель появляется, но вас никак не видно. Как работает CSGO я не знаю, но это дает нам профит. Вы можете этим пользоваться. Как вы можете заметить, у вас... Ну здесь хорошая позиция, то есть эту ограниченную позицию смотришь с окна, если будет чекать, например, мид, чтобы он не зашел. Потому что в принципе, если даже он зашел, ты сможешь его услышать. Это неплохое. То есть это как точка в ожидании, например, какая это будет. Но смысл в чем? Когда она будет заканчиваться, в принципе, ты будешь виден. Поэтому тебе нужно как-то дойти потом и смотаться. То есть ты думай об этом. Либо у тебя смоков 5 штук не дадут же, правильно? Ты кинешь смок, то есть подождешь какое-то время и уйдешь. Это временная какая-то фишка, ее можно использовать. Не спорю. Вообще не видно. Я не знаю, что это. То есть как бы это да. Возможно какой-то баг CSGO, потому что может исправить ее в будущем. Пока нет. У меня информация. Вот смотрите. Информация, когда выйдут челики снизу и сверху. То есть в принципе с правой стороны либо они не выйдут, либо там кто-то стоит. Потому что если они выйдут, тебя, короче, с правой стороны убьют. Главное смоке. Мы видим снизу ноги, а сверху челиков. С правой стороны, если вас обойдут, то есть вот здесь вот я уже говорю, здесь, например, если обойдут, видишь сверху, выйдет он, если наполовину, его увидишь. Снизу ноги увидишь. Здесь с правой стороны главное, чтобы тебя что-то чекали. Потому что три позиции ты можешь просрать. То есть в принципе ты вот стоишь, только смотришь эту позицию, потому что здесь очень сложно увидеть. И тут можно проглядеть, можно так сказать. А здесь главное, чтобы тебя контролировать. То есть это хорошая система, ее тоже, опять же, можно использовать только тогда, когда у тебя, например, все, ну как бы кроет, или хотя бы правую сторону кроет. Ты защищаешься. Но обычно, знаете, здесь как идет, ты кидаешь смок прямо именно в мейн и ждешь там сверху, или челик сверху кидаешь, например, смок. То есть здесь ситуация может разыграться по-другому, чтобы не дать пройти, главное не дать пройти с мейна. Я бы сказал, что здесь его можно использовать, но понимаете, здесь уже говорится о чем, что вы хотите именно. Вы кинете смок и ждать его будете смок, когда он выбежит, например, намного может быть эффективнее, вам удобнее будет позиции менять. А здесь получается ты кинул, и ты ждешь, как бы, чтобы он прошел, либо сверху, либо снизу, и то есть его ждать. Это как бы посредственная штука, то есть нужно как-то еще решать, нужен ли тебе или нет в этой ситуации. Потому что, говорю, легче засмочить входы все, то есть либо в мейн засмочить и ждать его сверху, то есть чекать, либо наоборот. Ну, обычно делается в мейн кидаешь смок. То есть здесь, ну, так, вот как бы такое, в каком-то ситуации можно сделать, но... Это, ребят, поэтому воспользуйтесь, потому что я уверен, что вы об этом не знаете. Вот, видите, посмотрите, как он идет. В чем смысл? Он идет еще медленно. То есть если он пробежал, вы могли бы его не увидеть. Если он пробежал, там, пропрыгнул, что такое, вы могли бы его не увидеть. И уже, считай, просрать позицию, он с правой стороны мог обойти. То есть это такая посредственная, я бы не сказал, что это хороший лайфхак. Каджет и кэш, и у нас в руках АВП. Мы знаем, потому что есть челик где-то у гаража, и любой человек от этого смока, который прилетел... Вот, в чем смысл, он говорит, что кинешь смог на мид, и любой человек, любой человек пойдет сюда в угол. Неправда. Ни разу это не шага. Отойдет вправо. Я отошел вправо иногда могу, но не в угол. Поэтому мы просто прыгаем на эту катушку, и не отходя никуда, мы просто целимся вот около этих... Мне кажется, можно будет в любой, в любую, короче, позицию именно этих стен прострелить, и он... Чуть повыше. Такой же шанс моего человека в голову. Поэтому процент того, что вы кого-то убьете, реально большой. Реально большой. Не знаю, почему, откуда он взял это. Смотри, кидает смог, ты просто можешь чекнуть, либо туда зайти, ну не точно в угол. В угол ты его ждать будешь, либо ждать будешь оттуда, с той стороны, либо это. Либо вообще туда не пойдешь. Кинешь смог, обычно даже контрстрелить с ним бегут в смог. В этот. Зачем он бежать туда? Да, то есть, а эта позиция, когда ты встанешь в угол, она нужна только для того, чтобы ты ждался смог, то есть, ну как бы, контртеррористов. Поэтому это не лайфхак, это посредственная фигня, которая, в принципе, рандомная. Карта Титас-2, и у нас в руках смог. Мы кидаем этот смог, как у вас показано в ролике, и после чего прыгаем на эту коробку. И начинаем стрелять под тем челлигом, которых вы видите. Вот это вот штука. Ладно, вот смотрите, я сам бежал тебя сообщение как не... Вот это хорошая штука, ее кто-то использовал. В принципе, кинешь смог, убедишься сначала, что никого нет сверху, кинул смог. Все, в принципе, ты можешь выйти, кинуть смог, пройти. Главное, кинуть потом флешку, например, на лонг, потому что могут тебя, если слонга, то есть ожидать тебя воп-шник и так далее, и тому подобное. Так сказать, профит поможет вам, вот этот вот лайфхак, поможет вам немного выйти и немного выиграть время. В принципе, я бы сказал, одобряет лайфхак, то есть это неплохая штука. Я просто не использовал, не знаю, как именно будет, но он уверяет нас, что это будет намного легче, чем вот, можно так сказать. Можно? Главное убедиться, чтобы никто на вас не рашил, то есть это тоже хорошая тема, потому что ты кинешь пока будешь кидать смог, пока подойдешь в эту позицию, когда будешь кидать смог, тебя могут зарашить, то есть, в принципе, прочекать хотя бы как-нибудь или кинуть флешку изначально, хотя бы, чтобы вас не зарашить. То есть, какие-нибудь такие позиции, немного продумав, можно это сделать. Потому что один раз я выходил на эту позицию, раш, то есть чувак стоял прямо на кустенке, может быть, его лайфхак использовать. Не знаю, вот это было недавно в матче, я даже не могу где-то найти этот фрагмент. Когда человек просто стоял у кустенки, я вот в их отбегал, его убивал, то есть, может быть, он целился, там, как кинуть смог или так далее, и тому подобное. Я не знаю, не могу сказать уверенно, но я выходил, убивал его, то есть, это небольшой минус, но при грамотном использовании можно сделать нормально. Очень было сложно посадиться на этой позиции. Посадочку. А посадочки вообще, про посадочки можно сказать отдельный разговор, да, когда посадочки, ты должен делать это все вместе. Вообще попадать очень сложно. Когда у вас три человека остается, у вас 30 человек, это очень хорошая позиция, не спорю. То есть, ты быстро с ним сообразил, пацаны, то есть, надо прочекать, чтобы не было, во-первых, около тебя кого-то, потому что, например, если выйдут с окна, выйдут с двери, то есть, это могут тебя сразу бить, минус два сделать, это минус большой. Поэтому здесь еще посредственная фигня, что ты ставишь бомбу или там что-то такое, и пытаешься, ну, отбиться. Мне кажется, здесь только для бомбы хорошо, ну, в большинство случаев, то есть, либо ставка бомба, либо ты перед этим хочешь поставить бомбу. Но очень сложно, то, что тебя могут заражить, потому что сейчас вот близко подошел, считай, ну, а не сделать посадку близко к окну, а в окно, если выйдешь, а чувак, он двоих прям скошит, потому что тут сидит, ему неудобно, вот внизу, который здесь стоит, даже там неудобно ему впереди. Если он не убьет, то будет минус два, просто прям реально. Поэтому, прежде чем это делать, нужно убедиться хотя бы, чтобы ряда не было, чтобы не вышли в двери, кто-то двери должен контролировать, я уж не говорю про темку, то есть, это тоже посредственно, когда его можно использовать, знаете, в очень коротких случаях, наверное, и очень мало. Поэтому я, как бы, не делал бы его, вот реально не делал, нереально не заморачивался, потому что я бы уж кинул смог, например, на мид, ну, то есть, в двери, вот, либо чекал, сразу в дверь выходил, потом поточнее кидал, либо вот, ждал, например, и контролировал позиции, смотря сколько людей стоят, или так далее, и тому подобное. Можно, можно его делать, только когда ты выбежал, посмотрел, что рядом никого нету, то есть, вот, в двери, например, дал команду пацанам, что да, есть, сам запрыгиваешь, либо и чекаешь. То есть, есть такой вариант. Единственное, что, вот, примет, что-то я вот не вижу, что мид прям хорошо. Реально, очень легко. Вы никак не упадёте, у вас слабо видно, и на самом деле. Сми, да, если здесь вот обойдут к стенке, вот, именно здесь, у стенки, если обойдут, и будет так обходить, вот, возможно, ты оттуда не выйдешь, это тоже плохо. Поэтому не забывайте то, что такое тоже возможно. Карта-то инферно, и если вам поступила информация о проходе шорт, вот, он подмечает, если вам поступила информация о проходе через шорт, да, вы просто гадаете вот такой вот смог и прыгаете на этот забор. Потому что он здесь смотрит, здесь, в принципе, очень плохо, да. Которые проходят, и они вас не увидят. Вы сделаете точно... Главное, что вы на шорт, я не знаю насчёт того, что, например, с ковров, увидим тебя или нет. Не могу сейчас ничего сказать. И делаешь, если с ковров тебя хорошо видно, ты выходишь, вот, ты прямо впереди него. То есть, если ты впереди него, и тебя видно, то, в принципе, тебе надо только сто процентов знать, что шорта идут. Прям реально шорта не с этого... Ну, как ни с апартаментов, то да, возможно, тебе этот лайфхак поможет. Но, знаете, когда ты один, то есть, тебе лайфхак должен помочь в чём-то. То есть, ты кинешь его, а тебя либо сбоку убьют, с правой стороны, либо спереди убьют. То есть, это уже какие-то риски, которые, в принципе, ну, не нужны. Просто уберите на вооружение и пользуйтесь. Вот, видите, вот он встал, у него видно хорошо его. Их очень сложно видеть. Его-то вообще не видно. Можно, знаете, тоже посмотреть. Здесь вот из восьми два лайфхака нормально, я бы сказал. То есть, здесь побольше лайфхаков по воле, которые можно использовать, а точить до автоматизма, которые тебе помогут, возможно. Карта The Cobblestone и, опять же, у вас в руках смог. Мы становимся в этой позиции и кидаем смог в эту точку. После чего аккуратно подходим к месту, которое вы видите на экране, потому что именно с этого места... Ну, ты должен пройти, во-первых, вот смог, не врезать ни в кого, чтобы тебя не убили. Во-вторых, тебе надо это все быстро сделать. Хорошее. Вот это может быть... Не то, что хорошее, как тебе это, по-моему, сказать. Если вы бежите на А, ну, то есть, вы точно уверены, что вам нужно прочекать быстренько, вы сможете это сделать. Смотрите, как... А именно террористов, которые находятся на Мидо. Они вас вообще... Единственное, прочекал, вот здесь никого нет, лучше сматывайся нафиг. Потому что, если ты прочекал, у тебя нет, то могут через смок пробежать уже через смок. Если он на шифтах, сам через смок идет. Представляете, вы сейчас потеряете позицию, то есть, вы не чекаете уже Мид. Вы можете чувака пропустить через смок, если вы его не услышите. И он окажется вас сзади, убьет какого-нибудь чувака и скажет, блин, ты как тут, ну, пропустил чувака в смок. То есть, обычно, как кидаешь, то есть, по таймингу он уже выиграл, потому что пока кинешь, пока раздеваешься, может быть, видит, опа, смок и на шифтах встал. Идет на шифтах, а ты заходишь в этот смок и сам на шифтах. Если вы не врежетесь, хорошо. А он такой прошел на шифтах, выходит, короче, в спину, убивает кого-нибудь там, чувака, который чекает именно лонг. И потом разворачиваюсь, еще тебя убивает. То есть, это тоже такая фигня, поэтому здесь надо как-то быстро все действовать. И, ну, на риск, риск. Это риск тоже, опять же, но риск, я тебе говорю, все это есть какой-то риск. То есть, это очень сложный лайфхак. Не знаю, для меня, как бы я говорю, то есть, что-то на вооружении, попробовать можно, то есть, на стриме как-нибудь. Это самая трудная фишка, которую сложно повторить. И эта фишка вообще. Это тройной буст на оверпайсе, где вы сможете чекать. Смотри, сколько они вообще залазят на это. Тройной буст вообще херный. Вы делаете все так же, как у вас показано в ролике. Дерево с командой, с профессиональным, нужно играть, чтобы все еще это сделать. Вы сможете так... Три человека нужно, чтобы буст сделать. Три человека, представляете? С правой стороны вас убьют. Там вообще, то есть... А если вас вообще увидят, там вас двоих вообще всех вскошат. Еще и третьего найдут, убьют. Кубик челиков, которые проходят на Б. Я понимаю, что это сложно. Сложно. Я понимаю, что это долго, но то, что вы сделаете точный один килл, это факт. Точный один фикс, что это не факт. Почему фактом он называет, я еще не понимаю. Факт, это когда ты, блин, реально выходишь и убиваешь, а это факт, что тебе там дают информацию. Ты вроде чекаешь, короче, их нет, а вдруг они не бомбу поставили. А если бомбу поставили, они убежали. То есть, это надо попасть в момент. 100%. Факт 100%, то есть, это, который он говорит, это посредственные слова. Для сейва это самое то, если 3 в 5 ситуация и у вас есть какое-то интересное. Если вы сейвите, то зачем вам убивать кого-то и там? Вы втроем находитесь. То есть, получается, если вы сейвите втроем, это минимум, что их осталось человек в 5, вам нужно засейвить что-то. Вы не будете делать эти сложные бусты, чтобы вас с правой стороны убили. 5 человек остается, в любом трое человек идут на то, что вас найти. Поэтому с трех сторон вы будете ждать какого-то противника. И это очень сложно сделать, во-первых, буст. Во-вторых, вас с трех сторон могут обойти, прижать, убить. Это не сейв и это даже не профессионально. Вообще не профессионально что-то делать. Поэтому, как он говорит, лучший вариант для сейва, ну, как бы это надо уже думать, что для сейва 3 человека, это минимум 5. То есть, я уже объясняю. Это не профессионально будет, потому что лайфхак непосредственный. То есть, очень сложный и очень такой стремный. Ладно, ребят, если вам понравилось это ролик, ставьте лайк. С вами был Шевеля. До новых разборов. Пока.